Здравствуйте! Дисциплина инновационной технологии сжигания топлива для специальности теплоэнергетика. Меня зовут Дизимбаева Молдар Сирикбековна, преподаватель кафедры энергетической системы, магистр технических наук. Сегодня я рассмотрю практическую работу номер 5 «Тепловой баланс. Коэффициент полезного действия и расход топлива к отдельным агрегатам». Углубленное изучением. Цель работы – это углубленное изучение материала, анализ и обработка полученных знаний, решение задач по теме. Ответы на вопросы и решенные задачи сфотографировать и высылать в стиму универ в формате PDF или JPEG. Технологические установки. Далее это будет сокращено ТТУ. ТТСУ – это устройство, которое, потребляя топливо, обеспечивает настижение определенного полезного эффекта. Например, в теплосиловых установках ТТСУ полезный эффект – это механическая работа, которую можно в частности использовать для получения электроэнергии на тепловой электрической станции ТЭС. Комплекс оборудования, обеспечивающий переход одного вида энергии в другой, называется станцией. В котельных агрегатах полезный эффект от использования топлива состоит из получения горячей воды или водяного пара в насыщенном или перегретом состоянии. Топливом называется вещество, с помощью которого можно получить технически полезную энергию. По механизму выделения энергии топливо разделяет на две группы – ядерное и органическое. Теплота сгорания Теплота сгорания является важнейшей характеристикой топлива и представляет собой тепловую энергию, выделяющуюся при реакциях окисления горючих компонентов газопраздным кислородом. Теплота сгорания различают высшую и низшую теплоту сгорания. Высшей теплоты сгорания КУВ топливо называется количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании 1 м3 газопраздного топлива при условии конденсации водяных паров и охлаждения всех продуктов сгорания до 0 градусов Цельсия. Высшая теплота сгорания КУВ отличается от низшей на величину теплоты конденсации влаги, топлива и влаги, образующейся при окислении водорода. При сжигании топлива энергетических установок температура уходящих газов превышает 100 градусов Цельсия, поэтому влага, содержащаяся в продуктах сгорания, остается в парообразном состоянии и теплота конденсации теряется. Массовое количество водяного пара, это килограмм на метр куб, в продуктах сгорания представляет собой произведение объема водяных паров, образующихся при сжигании 1 м3 топлива и плотности водяных паров при нормальных условиях. Удельная теплота испарения водяного пара в нормальных физических условиях составляет 2500 кДжоли на килограмм. Теплота конденсации водяных паров, образовавшихся из 1 м3 топлива, составляет КВ, КВ равно 2500 кДжоли на килограмм. Для газообразных топлива при известном их составе низшая теплота сгорания 1 м3 топлива омега-джоли на метр куб может быть достаточно точно посчитано по формуле. Формула указана на слайде. Здесь содержание соответствующих газовых компонентов подставляется в процентных топочные устройства. Одинаковые мощности могут потреблять существенно разные количества топлива, так как теплота сгорания у разных видов меняется в широких пределах. Для сравнения экономичности работы на различных видах топлива введено понятие условного топлива, имеющего теплоту сгорания 7000 кК на килограмм или 27,33 МДжоли на килограмм. Тепловая мощность топлива N связана с расходом В топлива и теплотой сгорания следующим отношением. Тепловой баланс котельного объема N равно BQRN. Мощность измеряется в мегаваттах. Расход условного топлива связан с расходом натурального топлива соотношения. Расход топлива – это у нас BQN деленный на QY. Тепловой баланс котельного агрегата. Тепловым балансом называют распределение теплоты вносимый котлоагрегат при сжигании топлива на полезно использованную теплоту и тепловые потери. Тепловой баланс составляется на 1 кг твердого топлива или на 1 м куб газообразного топлива, применительно к установившемуся тепловому состоянию котельного агрегата. Здесь показаны уравнения теплового баланса. Имеет вид QR равно Q1 плюс Q2 плюс Q3 плюс Q4, Q5, Q6. Или в процентах от располагаемого топлива. Q1 маленький, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 и равно 100%. Q1 получается у нас будет равно Q1 деленное на QR умноженное на 100. Q2 это у нас Q2 большое деленное на QR умноженное на 100 и так далее. Получается Q3 будет равно большое Q3 деленное на QR умноженное на 100%. В уравнениях 2, 1 и 2, 2 QR, R это располагаемая теплота. Это у нас располагаемая теплота. Q большое R и Q маленькая – это теплота, полезная, использованная в котлоагрегате на получение пара. А Q2 и маленький Q2 – это потери теплоты с уходящими газами. Q3 и маленький Q3 – это потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. Q4 – это у нас потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива. Q5 – потери теплоты в окружающую среду. Q6 – потери теплоты с физической теплотой шлака. располагаемая теплота на 1 килограмм твердого или на 1 метр кубкозообразного топлива определяется по формуле qr вот располагаемая теплота qrn плюс qtl qvvn qf минус qn qrr qsn плюс qtl плюс qvn и qf где qrn и qsn это низшая теплота сгорания рабочей массы твердого и жидкого топлива и сухой массы газообразного топлива измеряется в килограмм qtl физическая теплота топлива qv . в теплота вносимая в топку с воздуха qf теплота вносимая в топку с паровым дутьем qn теплота затрачены на разложение карбонатов при сжигании фланца у всех у нас здесь единство измерений килограмм на килограмм физическая теплота топлива qtl это у нас на тепло теплоемкость умножена на температуру с рт это теплоемость рабочей массы топлива тт это температура топлива на входе теплоемкость рабочей массы топлива вот переход определяем с помощью форму с 2 и 5 также показаны как определять теплоемкость мазута здесь теплота вносимые в топку с воздуха qvn альфа т в нулевой ср дельта тв альфа т это коэффициент избытка воздуха в топки в нулевой теоретический объем воздуха по нему мы уже проходили и решали задачи sr это у нас теплоемкость дельта т разность температур подогретого и холодного воздуха теплота вносимая в топку с паровым дутью qf равно омега f и f минус 2510 омега f и и f соответственно расход энтальпии пара идущего на дутье и распылили распыливанием топлива омега f может колеблется от 0,7 до 0,8 для распыления паровыми форсунками это 0,35 пара механическим 0,003 от 0,35 теплота затраченная на разложение карбонатов при желании сладца это кулка 40 целых шесть умноженный на кайфцент разложения карбонатов нацу и цуку 2 также показаны формулы теплота полезного использования котла агрегате также теплота полезного использования в подогрее подогрительных котлах потери тепла с уходящими газами как рассчитывать потери теплота от химические неполноты сгорания если в условиях задачи нам нужны будут потери теплота от механические неполноты сгорания те потери теплоты в окружающую среду и потери теплоты с физической теплоты шлака и также вот рассмотрим коэффициенты полезного действия котельного агрегата как бы то котельного агрегата характеризует степень экономичность его разработки и представляет собой отношении использую использованы в котл агрегате теплоты к располагаемой теплоте топлива это равно q1 деленное на qr умноженное на сто процентов или 100 минус все эти вот теплопотери q1 ой q2 q3 q4 q5 q6 когда котельной установки равен кпд котла агрегаты за вычетом расход теплоты на собственные нужны освещение привод насосов вентиляторов и так далее натуральный вот расход топлива определяется по этой формуле так теперь к этой лабораторной рамой к этой практической работе у нас задача вот это 1 и 2 в топе котельного агрегата производительность там 13 целых 4 килограмм секунд сжигается подмосковный облимарки b2 показан состав температура расход топлива давление и температуры перегретого воздуха температура питательной воды величина непрерывной продавки и все остальные нужные вам значения и в конце контрольные вопросы как рассчитывается дымовая газовая энтропия по какой форме определяется теплоемкость дымовых газов какие на каких параметрах зависит скорость диффузии от каких параметров зависит толщина пограничного слоя на все эти вопросы нужно будет ответить решить задачу сфотографировать вызвать систему универ спасибо за внимание всем удачи жду ваших работ сына